Если ты умеешь кататься на велике, поставь лайк за 2 секунды. Раз, два. Привет, ребятки! Меня зовут Алплей и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поиграем игрушку, которая называется Таймлайн Апп. Начинаем мы с вами играть с самого первого уровня. И у нас есть вот такой маленький человечек, у которого сила тоже один. У него есть камень, которым он бросает вперёд. И с помощью этого камня мы с вами можем вывить какие-то блоки. И также мы с вами можем прокачать, получается, выстрел. Кстати, эти блоки немного прокачивают эволюцию. С левой стороны у нас есть шкала. И как раз-таки эту шкалу мы с вами поднимаем, когда выбиваем блоки. Также я вижу то, что мы с вами можем собирать других воинов. И, к примеру, здесь у нас уже будет прям 3 воина на самом старте. Теперь мы с вами с помощью этих троих воинов уничтожаем самого первого героя, который на нашем пути оказался, и продвигаемся максимально далеко. За самый первый уровень мы заработали 30 монеток. И давайте немножечко вкачаем параметры этого героя. Я предлагаю прокачать немножечко эволюцию. Ну и также мы с вами можем прокачать самого героя. Теперь, когда мы с вами будем играть, он будет, наверное, побольше урона уже наносить. И мы с вами, соответственно, сможем прокачаться немножечко покруче. Видим то, что это самый первый герой. И у него есть только один-единственный камень. Скорее всего, ребятки, что чем больше мы с вами будем поднимать эволюции, и чем старше будут становиться у нас герои, то вместо камня у них будут появляться какие-то другие вооружения. Возможно, это будут топоры или, к примеру, луки. Здесь мы с вами собрали троих опять человечков. Правда, сейчас мы с вами попробуем еще немножечко прокачать урон и максимально уничтожать вот этого главного нашего тоже противника, который подсвечивался красным цветом. За второй уровень мы с вами тоже заработали 30 монеток. Давайте опять прокачаем этих два параметра. И видим то, что мой воин превратился в более крутого чувака. Вместо камня у него огромная дубина. Сейчас он эту дубину бросает, и получается, что наносит уже в два раза больше урона. Мы с вами, получается, в два раза лучше будем прокачиваться, и в два раза больше вот этих вот кубиков будем выбивать. Скорее всего, что, ребятки, благодаря вот этому оружию, мы с вами сможем набрать более крутую и сильную армию, которая в дальнейшем будет, наверное, ребятки, довольно мощной. Так, тут у нас, получается, будет 4 уже воина. Мы с вами их открываем. Здесь нам с вами нужно пройти еще через кое-какие ворота. Ну, а в целом мы с вами собрали аж 4 воинов. Заработали уже 40 монеток, и опять я предлагаю прокачать этих два параметра. Нашего воина и немножечко эволюцию. Теперь, друзья, мы с вами, наверное, будем еще больше наносить урона. Сейчас попробуем выбить еще побольше вот этих вот блоков. Также попробуем собрать еще побольше человечков, чтобы наша армия постепенно росла и становилась все больше и больше. Тут мы с вами сейчас еще одного человечка откроем. Почему-то только первые уровни. Мы с вами не можем открыть ни одного человечка второго уровня. Все они довольно слабенькие. Так, здесь ничего мы с вами, получается, открывать не будем. Попытаемся сейчас выбить побольше вот этих вот блоков. И давайте уничтожим хотя бы одного вот этого красного гиганта. Заработали немножко денег. Опять, получается, открываем несколько блоков. Ну и посмотрите, в этот раз мы с вами уже открываем и более сильных воинов, и прокачали эволюцию до третьего уровня. Вот это у нас будет нереально крутая группировка. В этот раз наши воины будут еще более мощные. Денег нам капнуло аж 145 монеток, и давайте опять будем прокачивать эти же параметры. Сперва я хочу прокачать моего воина. Он превращается в более крутого чувака. И теперь также давайте прокачаем на всех деньги эволюцию, чтобы открывать уже новых воинов практически со второй эволюции сразу. Давайте опять повыбиваем побольше блоков. Видим, что теперь я наношу аж 3 единицы урона. Теперь моя армия будет становиться еще более крутой и еще более мощной. 3 единицы урона это, конечно же, намного круче, чем 1 или 2. Вот эта огромная дубинка, в принципе, очень-очень мощная. Мы с вами собрали довольно неплохую группировочку. Сейчас попробуем еще побольше денежек заработать и попробуем побольше вот этих вот блоков обратно же выбить. Получается, что у нас сейчас будет практически уже третья эволюция, до половины доберется. Ого, здесь уже будут какие-то новые воины, они более крутые и более сильные, с ними справиться, ребятки, будет немножечко посложнее. Тем не менее, наша армия опять постепенно растет, мы набираем все больше и больше этих вот человечков. И сейчас попытаемся хотя бы одни вот эти вот красные ворота немножечко прокачать. В этот раз я наношу еще больше урона, чем в предыдущих уровнях. Есть у нас уже 120 монеток и мы с вами прокачиваем самый первый параметр и начинать играть будем уже со второй эволюцией. Ну и также давайте вкачаем немножечко моего воина. Мне нужно еще 45 монеток и я буду играть за кого-то другого. Вот этот вот чувачок с дубинкой у нас эволюционирует и мы с вами выберем, наверное, какое-то другое вооружение. Возможно, это у нас будет топор, ну или, к примеру, меч. Ну, короче, посмотрим. Мне нужно пройти только вот этот вот уровень, после чего, наверное, ребятки, у нас все сработает. Мы с вами сейчас вот этого еще одного красного чувачка уничтожили, тоже заработали немножко денег. И сейчас наша армия постепенно будет расти и становиться все больше и больше. Но мы с вами будем, конечно же, выбивать побольше вот этих вот блоков. Так, тут, конечно, красные ворота мы с вами выбирать не будем. Здесь выбираем наших воинов, тут они уже будут второго уровня. Вот это у меня будет реально крутая группировка. В этот раз я, наверное, наберу максимальное количество воинов. Опять немножечко поднимаем эволюцию и еще плюс два человечка. В целом денег у нас хватает на новую эволюцию человечка, и мы с вами его поднимаем. Давайте попробуем еще несколько эволюций ему поднять. Ребятки, мне нужно еще 60 монеток, и этот воин опять будет каким-то более мощным. Скорее всего, что у него поменяются латы, то есть его обмундирование, и, наверное, поменяется оружие. Вместо простой дубинки у него теперь дубинка с шипами, которая наносит сразу 4 единицы урона. Получается, что каждое новое оружие наносит на одну единицу урона больше, и это очень-очень хорошо. Чем больше урона будем наносить, тем, соответственно, лучше прокачаемся. Эти красные ворота пока что мы с вами трогать не будем, постараемся просто набрать побольше кубиков и попробуем собрать побольше армию. Человечки мои становятся все мощнее и мощнее. Мы с вами их все лучше и лучше прокачиваем, и сейчас наша армия, наверное, перейдет на новый уровень. Друзья, у меня будет 8 человечков, еще в самом конце я могу получить еще двоих, и того будет 10. Какого они будут уровня? Они у нас будут аж третьего левела. За заработанные деньги я, конечно же, прокачаю нашего главного воина, и посмотрите, как он преобразился. У него, получается, вместо булавы какой-то каменный топор появляется, и на голове маленькая косточка. Это что-то наподобие, наверное, какого-то индейца. Теперь он наносит сразу 5 единиц урона, видим, что этот топорик еще более мощный, это хорошо. Мы с вами 5 кубиков сразу сможем выбивать, и получается, что постоянно плюс 5 единиц урона будем наносить. Наша армия опять становится все больше и больше, мы с вами развиваемся и продвигаемся как можно дальше вперед. Здесь прокачиваем параметры довольно неплохо. Друзья, я вижу то, что мы с вами неплохо начали, и мне кажется, что, возможно, в этот раз мы с вами опять сможем максимально прокачать наших героев, и, возможно, в этот раз, ребятки, мы с вами опять побьем наш какой-то рекорд. Посмотрим, еще немножко денег заработали за уничтожение босса. Группировка наша растет, становится все больше и больше, и посмотрите, какая у нас крутая толпа. Просто невероятно крутая. Давайте мы с вами попробуем продвинуться по центру. Посмотрим, как далеко мы зайдем. Я так понимаю, ребятки, как только мы с вами выйдем за эти двери, у нас открывается новая эра, и вместо вот этих вот первобытных людей мы с вами будем играть за кого-то другого. Но, к сожалению, совсем немножко нам не хватило, чтобы мы с вами смогли пройти через самые последние ворота. А остается у нас этот же самый чувачок, который будет бросать огромный молот, и этим молотом обратно же будет наносить 5 единиц урона. Практически, ребятки, мы с вами перешли новую эру, и практически начали играть уже за, скорее всего, что рыцарей. Потому что там, за воротами, вернее, возле ворот, у нас находились какие-то рыцари. Походу, из первобытного общинного строя мы с вами должны перебраться к рыцарям. Ну что ж, ребятки, я думаю, что пока что на этом все. Большое спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, и вы хотите продолжения по данной игре, обязательно поставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, кто этого еще не сделал. Ну а с вами был, конечно же, Алл Плей. Всем удачки, ребятки. Всем пока.